Восьмое июля. Память преподобно-исповедника Никона Беляева и ромонаха. Последний оптинский старец, преподобно-исповедник Никон в миру Николай Митрофанович Беляев родился в 1888 году в Москве в благочестивой купеческой семье. Николай имел доброе, отзывчивое сердце. Еще в детстве он часто задумывался о том, что в мире много горя и несправедливости. Веруя в Бога, юноша имел превратное представление о монашестве, сомневаясь в его богоугодности. Однако, окончив первый курс университета, бросил учебу. В его душе поселилось желание стать монахом. В декабре 1907 года Николай вместе со своим братом Иваном поступил послушником в Иоанно-Притеченский скит Оптиной пустыни. В 1915 году Николай был пострижен в мантию с именем Никон, а через два года возведен в Сан-Иеромонаха. После закрытия Оптиной пустыни в 1923 году отец Никон продолжал принимать исповедь у приходивших в монастырь людей, а в 1924 году ему пришлось переехать в Козельске. В 1927 году отец Никон был арестован и заключен в Калужскую тюрьму. Его обвинили в введении антисоветской пропаганды. Особое совещание при коллегии ОГПУ приговорило иеромонаха Никона к трём годам заключения. Его содержали в лагере в Кеме. В 1930 году без проведения нового следствия ему добавили ещё три года ссылки в Северный край. Во время отбывания нового срока отец Никон заболел туберкулезом. Иеромонах Никон Беляев скончался 8 июля 1931 года и был погребён на деревенском кладбище в безвестной могиле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова